Русские новости Все эти советы уже опробованы на практике. Как только мы сокращаем длительность русских новостей, сокращается и количество тех, кто их просматривает. Поэтому мы ждем какого-то другого уровня поддержки и какой-то другой массовости русского движения, которое все куда-то расползлось под спут, спряталось, испугалось. И русские люди сейчас выглядят крайне непрезентабельно в сравнении с распоясавшейся инородческой диаспорой, которая во многих ликах совершает акты русофобии совместно с ныне действующей русофобской властью. Посмотрим, что это за власть, что она там готовит, выборы. Все это дело, конечно, абсолютно бесстыдно и бессовестно. И к этой бессовестности присоединяются как те, кого мы всегда считали бессовестными, так и те, кто прикидывался приличным человеком. Вот в Москве списки «Единой России» возглавляют Собянин, Говорухин и Ресин. Ну, Собянин, вы сами видите, что он абсолютно недееспособен как мэр Москвы, кроме выкладывания столицы плиткой. Он, в общем-то, ничем не отметился, свою избирательную программу, которую обещал исполнить, полностью провалил и не собирается ею заниматься. Поэтому даже на этот счет не стоит беспокоиться. Провальный мэр возглавляет список в качестве паровоза, что необходимо, и уже как практика используется многие годы, и ельцинистами использовался. Теперь, конечно, он в Госдуму не пойдет, но это сигнал всем чиновникам. Все чиновники, как один, должны явиться на избирательные участки. Это их будет Государственная Дума, но к нам, к русским людям, это никакого отношения не имеет. Пусть сами они себе выбирают. Ресин – это человек Лужкова, это специалист по воровству в строительном комплексе, одновременно человек, который и декларирует свое православие, и оказывает поддержку еврейским организациям, в том числе религиозным. Человек, на котором клейма негде ставить еще с 90-х годов. Ну, вот он теперь третий в списке, это тоже определенный сигнал, сигнал еврейской диаспоре, чтобы они шли голосовать за единую Россию. Ну, а нам-то, русским, что? Если еврейская диаспора за, то, что мы непременно должны бежать за ней, нет ни в коем случае, поэтому нельзя голосовать за эту партию. Ну, и Говорухин – режиссер, который отмечен несколькими удачными фильмами и довольно резкой оппозицией, когда он был депутатом Госдумы, в отношении Ельцина. Брошюрка «Великая криминальная революция», там пара фильмов, в том числе и антикоммунистических. И вот человек вдруг обломился, возглавил Общероссийский народный фронт ОНФ, такую тоже структуру, которую можно было бы назвать, правильно назвать, воровской. Она имитирует деятельность народного контроля, не имея никакой связи с народом. Очень щедро финансируется, огромные залы, баннеры. Тут недавно показали очередное интервью очередного проходимца, который возглавляет Пермский ОНФ. Огромный зал с баннером, там понятно, что с помещениями у них проблем нет, с вниманием прессы, телевидения у них проблем нет. Проблема одна с совестью. Эти люди никакого отношения к народу, к русскому народу уж тем более не имеют, а являются просто обслуживающим персоналом олигархии, то бишь предателями. Вот предатель Говорухин, предавший собственное государство, собственный народ, возглавляет группировку предателей. Вот что такое Единая Россия, ее список по Москве. Я думаю, по остальным регионам ровно то же самое, и в других партиях, которые являются филиалами все той же Единой России, все то же самое. Зачем нам ходить на выборы, спрашивается. Болтовня про переворот в Турции наполняет все средства массовой информации. Но очень похоже, что переворот был фиктивным, был инспирирован Эрдоганом для того, чтобы раздавить всю существующему оппозицию даже просто минимально нелояльных людей. Что в армии, что в гражданских учреждениях, в средствах массовой информации и в бизнесе. Он всех сгребает теперь в концентрационные лагеря. Ну и ему, видимо, мысленно аплодирует Путин, который мечтает о том же самом. Ну просто уже он как-то другими методами разобрался. В Турции традиционно армия была политизирована, имела свою гордость, свои собственные сектора влияния на политику. И очень часто меняла действующую власть на новую власть. И теперь вот Эрдоган перешел к тому, чтобы с помощью спецслужб полностью разгромить всю самостоятельность армии. Все это было сделано в Советском Союзе, еще полностью армия была деполитизирована. И никакой гордости у советского офицера не должно было быть. Ну а если она появлялась, то ему путь пинком под зад, в отставку, в запасы, понижение в должности и так далее. Ну примерно то же самое, тем же занимается сейчас и Путин тоже. Это когда люди потирают руки и радуются, я все время думаю, не дураки ли они, когда поддерживают нынешнюю власть в случае арестов, задержаний, какую-то там пургу начинают нести в средствах массовой информации, будь то бы там раскрыт очередной заговор, очередные какие-то коррупционеры, то ли в следственном управлении, то ли в прокуратуре какие-то прокуроры кого-то крышевают. Так они все крышуют, а накрывают только тех, на кого указывают. И также сейчас следственное управление города Москвы, заместителя там арестовали за связи с криминалом и так далее. Ну верить ни одному слову нельзя, я думаю, что вполне возможно. Таким образом Путин реализует то, что Эрдоган сделал просто однажды. А Путин это делал всегда. Всегда расправлялся с теми, кто минимально не лоялен, о ком там ФСБ ему сообщило, что там что-то такое не то, человек сказал по телефону. Я думаю, что такие же расправы и с руководителями из аппаратов ФСБ, тоже недавно состоявшись, это из того же разряда, когда люди начинают задумываться, что что-то тут не так. Может быть они не совсем чистые на руку и не честные перед исполнением своего долга службы, но они хотя бы начинают задумываться, что-то здесь не так. Ну и тут же, как только они задумываются, вот с какого-то уровня, любая задумчивость означает склонность к государственному перевороту. И с ними расправляются очень быстро. Я думаю, к этому все идет. Змея пожирает свой хвост, этот дракон должен сам себе сожрать, дракон коррупции и измены. Его питомцем является Путин, он сидит на голове этого дракона. Эта голова, конечно, будет жрать свой хвост, пока не дожрет до шеи и дальше уже будет жрать нечего. Эта голова, можно сказать, будет отсечена самим режимом, который ее и породил. Так и должно быть. Все остальное раздавлено, уничтожено, у страны как таковой нет никакого будущего, потому что нет никакой собственной гордости у людей, никакого человеческого достоинства, никакого своего понимания службы, творческого потенциала, который можно было бы где-то приложить. Ничего этого нет, все это не приветствуется. Ну даже посмотрите, творческая интеллигенция, так называемая, она просто заткнулась. Ей теперь можно только славить своего начальника. Многие это и делают, как делает бывший порядочный человек, режиссер Говорухин и многие другие, кто там толпится вокруг Касьянова, там даже какие-то люди из патриотического сектора туда переползли. Ну как же Касьянов финансирует участие в избирательной кампании, ну как к нему не переползти? Или там, скажем, преподавательское сословие, это огромный пласт, который находится в состоянии, в общем-то, нищенском, и весь этот класс за это нищенское свое состояние держится и помалкивает в тряпочку. Казалось бы, профессура близка к науке, близка к молодежи, может высказывать какие-то смелые мысли, суждения, организовывать какие-то конференции, сотрудничать с патриотическим национал, патриотическим национальным русским движением. Ну ничего этого нет, ну нет этих людей. Куда-то они все подевались в 90-е годы, можно было в 2000-е, может сейчас нельзя. Каждый цепляется за свою должностишку, ну раз ты профессор, все, это высшее достижение, которого ты добился, и больше ничего тебе от жизни не надо. Профессорская зарплата, нищенская, совершенно постыдная, наверное, раз в 10 она меньше, чем соответствующая, тоже в очень небольших университетах, если сравнивать американские. И наши, ну раз в 10, наверное, разница по нагрузке, часовой нагрузке, по той нагрузке, которую имеет профессура в Российской Федерации, это в несколько раз больше. Наукой заниматься некогда, общественной деятельностью заниматься некогда. Главное, читай, долби свои эти курсы, и не дай бог, чтобы ты там что-то такое не то сказал, и как бы тебя не вышибли оттуда, как бы чего не вышло. Такая вот трусливая генерация людей в возрасте, скажем так, от 40 до 60, это люди, которые проходили свое становление как специалисты в 90-е годы, и вот это испуганное преподавательское сословие до сих пор носит в себе этот страх, этот ужас перед тем, что как бы чего не вышло, как бы не выгнали, меня же выгонят, меня там осудят, меня лишат там того ничтожного дохода, который есть, и я не знаю, куда устроиться, в дворнике меня тоже не примут, потому что там сплажные таджики и прочие выходцы из Азии. Действительно сложная ситуация, но и жить рабами, пусть даже с профессорским званием, это дело совершенно постыдное. Что касается науки, тут показали мельком, показали, потому что просто нечего показывать, оказалось, в Сочи построен какой-то огромный комплекс по выращиванию молодых талантов, как выразились журналисты, вундеркиндов. Ни одного вундеркинда в этом комплексе, из которого, наверное, показали, ну, наверное, не больше 50 квадратных метров, а там многие тысячи квадратных метров. Просто нет, там таланты призывного возраста и даже сильно постпризывного. И все это считается, что это специально для детей создано, что вот дети, там такой инкубатор для детей, которые необычайно талантливые, они вот сейчас что-то изобретут. Вот Путин там побродил по каким-то выставочным залам, там какие-то дети что-то невнятное ему сказали, он что-то невнятное буркнул. Ну, невозможно там даже определить, это действительно дети, которые что-то способны делать. Это, может быть, это какие-то победители Олимпиад, или, может быть, какие-то изобретатели, которые могут показать свое изобретение, или какие-то теоретики, которые вот что-то выдумали, они могут предложить свою продукцию. Естественно, ничего этого не показали. Показали просто торжественное прохождение ни в чем не преуспевшего и ничего не знающего Путина по каким-то там стендам, где тоже не показали ничего, показали только разнообразные лица детей старше 16 лет, а иногда и старше 30. Вот это то, что называется комплекс или как там он называется или инкубатор Сириус, огромное здание, показали фотографии, ну где-то примерно размером с музей Ельцина в Екатеринбурге, который тоже был открыт Путиным и все, кто говорит или думает, что Путин это не продолжатель дела Ельцина, вот им прямое доказательство, что это не так, прямо наоборот, прямой продолжатель. И в этом деле охмурение людей, вот видимо, это тоже продолжение Ельцинизма, вот этот Сириус, такая развесистая Клюкова, надо сказать, что современная наука не предполагает каких-то открытий в стиле там Ивариста Голуа, который там в совсем юном возрасте чего-то там в математике придумал там по поводу решения уравнений и его открытие вот его имени стало. Вот таких нет и не может быть, потому что современная наука шагнула далеко и надо быть в курсе очень многого, вот просто так, сел, задумался, открыл, это как такая вот была юмористическая фраза в советском фильме, вот чем занимается ученый, сел, задумался, открыл, вот таких не бывает, понимаете, уже давно, уже многие десятилетия, может даже столетия таких открывателей просто нет, просто нет. Может быть в начале 20 века еще что-то такое было, еще можно было на коленке без образования, без опыта работы, без коллективных усилий что-то открывать. Сейчас этого нет и быть не может, поэтому все эти открывальщики это липа. И забить мозг какими-то иллюзиями того, что может осуществиться какой-то такой вот прорыв только за счет того, что у человека быстро работающий мозг и один человек что-то может сделать, это только для того, у кого мозга или почти совсем нет, или он совсем не работает, вот человека типа Путина. И кто сидит, кто рядом с ним сидит, показали эту вот группировку, там недавно арестованная, потом выпущенная, как я понимаю, за то, что он поделился, глава АФК «Система», сейчас что-то вылетело из головы его фамилия, неважно, АФК «Система», это Лужковская такая суперкорпорация, которая всосала в себя, ну убила практически весь малый и средний бизнес в Москве, всосала в себя огромные ресурсы, вот эта суперкорпорация, ее прижали, руководителя арестовали, а потом выпустили, ну делиться стал, теперь он рядом с Путиным сидит. Вот Ворюга сидит рядом с Путиным, причем Ворюга такой надежный, который многие десятилетия вором является. Роман Абрамович, который как-то куда-то ушел в тень, ну теперь он тоже сидит рядом с Путиным. И Герман Греф, который сейчас не стесняется высказываться, что все, Россия в состоянии катастрофы, мы ждем катастрофы, и одновременно возглавляет Сбербанк, видимо катастрофа будет в тот самый момент, когда Сбербанк откажется выплачивать люди деньги, которые находятся на счетах этой организации. А не содержать на счетах этой организации, это значит создать себе большие проблемы. Ну не будешь же держать деньги там у себя под подушкой, где на карточке, на какой карточке в Сбербанке, ну когда все это накроется, вот тогда, ну считайте, когда наступит революционный эпох, когда Сбербанк объявит о том, что он не будет выплачивать по банковским карточкам, заморозит там те счета, эти остановят и так далее. Вот эта революционная эпоха, которая наступает, мы надеемся, что она станет эпохой перехода к национальному государству, русскому национальному государству, но враги русской нации готовятся к тому, чтобы эта эпоха была очередным крахом для России. И к этому готовится генеральная прокуратура во главе с Юрием Чайкой, который и был поставлен для того, чтобы подавлять русское движение. Вы думаете, он занимается снижением уровня коррупционности, преступности в России? Нет, он борется с русскими патриотами, это главная его задача и главная его функция. И вот он выступил с требованием заблакировать сайты, это требование поступило из генеральной прокуратуры в Роскомнадзор, указанное в требовании публикации, содержит материал агитационного характера с целью популяризировать среди населения идею бойкота выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Вот преступная деятельность господина Чайки. Если у нас есть право участвовать в выборах, у нас есть право и не участвовать. И популяризация права неучастия в выборах теперь объявлена запретной, причем не по суду это делается, никакие факты не рассматриваются, просто закрываются сайты. Я противник участия в выборах, которые заведомо фальсифицированы. Я против, приглашаю других не участвовать в выборах, если есть хоть малейшие сомнения в том, что подсчет голосов, выдвижение кандидатов, вся избирательная система направлена на формирование народовластия, народного парламента. Поскольку эти сомнения уже переросли в полную уверенность, я считаю, что в выборах участвовать нельзя. Я популяризирую это мнение свое, конечно, популяризирую, я обращаюсь к другим. Но может быть еще объявить о том, что надо закрыть все электронные ресурсы, которые дискредитируют ту или иную партию, или вообще в целом партийную систему. Партийная система у нас не предусмотрена Конституцией, но она придумана. Она придумана теми, кого называли законодателями, на самом деле они были проходимцами и ставленниками олигархии. Они все это придумали, а теперь считают незаконным всякое противодействие партизации выборов. А я считаю это законным. Вроде бы суд нас должен рассудить, но суда как такового в Российской Федерации нет. А правящей олигархии вот этим бюрократическим проходимцам уже просто некогда. Ну зачем тратить время на суд, который и так, в общем-то, понятно, что скажет. Поэтому просто указание Роскомнадзору закрыть электронные ресурсы и все. Ну что мы можем поделать? Мы действуем в рамках тех возможностей, которые есть. На закон мы опираться не можем, потому что закона как такового нет. Для нас, по крайней мере, нет. Они там меж собой могут на основании закона разбираться. А вообще-то они разбираются и без закона. Просто взвешивают административный и финансовый потенциал той или иной группировки и решают в пользу тех, у кого потенциал выше. Ну а если столкновение, ну тогда они подключают разные ресурсы, тягаются, в том числе с использованием суда. А для нас судебное разбирательство – это бесконечная тяжба, бесконечная нервотрепка. И практически всегда, я не знаю других случаев, суд находится на стороне преступника, на стороне врага нашего государства, нашего Отечества и русской нации прежде всего. Роскомнадзор сообщил, что на данных интернет-ресурсах осуществлялась координация действий граждан по организации протестных акций, проводимых с нарушением установленного порядка. Ну это вранье и ложь. Этот вопрос может быть решен только судом. Действительно ли координация протестных акций проводится с нарушением установленного порядка? Вот нарушением считается, например, приглашение на акцию до того, как нам чиновники соизволят дать свое согласование. Но, во-первых, у нас заявительный порядок. Я заявил, и с этого момента я считаю, что акция пройдет, потому что я ничего незаконного в своей заявке не написал. Если приглашение происходит до того, как согласование произошло, то прокуратура может предупредить, а то и акцию просто отменить из-за того, что кто-то где-то написал, приходите туда, то будет такая-то акция. Или мы готовимся к такой-то акции. Поэтому это все противозаконные действия. Роскомнадзор тоже организация, действующая всегда против закона. Против закона. Даже того постыдного, похабного закона, который существует. Без суда они решают, законные или незаконные порядки будут на грядущей акции. Прокуратуре указали, что деятельность по организации срыва выборов в Государственную Думу подрывает основу конституционного строя, согласно которым высшим непосредственным выражением власти многонационального народа является референдум и свободные выборы. Во-первых, это вранье. Ничего подобного в Конституции не указано. В Конституции указано, что источником власти является народ. А те, кто ныне находится у власти, это те, кто источником власти имеет финансы и беспрерывное беззаконие. В том числе и генеральный прокурор Чайка тоже самое относится к той же категории лиц. Самозванцев, которые самозванно устанавливают порядки здесь, даже не удосуживаясь изменить законодательство. Во многом законодательство это, конечно, противоконституционно, сама Конституция не принята и незаконно. И, соответственно, все чиновники это самозванцы. Мы об этом должны помнить всегда. Поэтому, когда нам что-то там говорят про конституционный порядок, про законность, то каждый гражданин должен понимать, что это говорит самозванец, который пользуется законом таким способом, чтобы нанести максимальный ущерб другим, максимальный ущерб стране и государству, и получить выгоду для себя. Потому что по-другому они выгоду получать не могут, только нанося ущерб нам. Поэтому мы и они, две вещи, суть противоположная. Мы с ними не можем иметь ничего общего, потому что они с нами ничего общего давно не имеют. Ни по образу жизни, ни по образу мысли, ни по целям и задачам. Я надеюсь, хотя бы не заблокируют те социальные сети, в которых идет пока еще свободное обсуждение вопроса. А стоит ли в фальсифицированных выборах участвовать? Но то, что они фальсифицированы, я много раз говорил, говорил почему. Это не просто подтасовка бюллетеней, это подтасовка всей политической системы, в которой выборы, как таковые, отсутствуют. Если нет выбора, мы куда, собственно, идем? Куда мы идем? Мы идем как-то там этой системе, что-то там навредить, бросить гвоздь в этот механизм. Так система к этому уже давно готова. Поэтому все, что вы там напридумываете, что вы хотите сделать с бюллетенями, все уже давно учтено. И расписаны все эти методики, все прекрасно знают. И как и методы фальсификации выборов, такая тонкая настройка. Вообще-то фальсифицируются итоги выборов. А там где-то локально что-то там подредактировать. Ну, привезут, устроят карусель из гастарбайтеров, которым спешно раздадут российские паспорта. И они объедут избирательные участки и проголосуют. Вот это бывало. Хотел бы еще раз вернуться к ситуации с партией Родина. Вот это название, оно связано с организацией, в которой некогда состоял. Теперь самозванцы присвоили себе этот бренд и формируют списки. Сформировали списки, они будут участвовать в выборах. Как я понимаю, и подписи им собирать не надо. Ну, такие есть привилегии, которые тайно введены. Там где-то полутора десяткам партий не нужно собирать подписи. Но остальные, кто попытается их собрать, у них просто либо денег не хватит, либо их уберут, если они хоть какую-то опасность будут представлять. Они просто накачают явку на выборы. Тогда их просто уберут, найдут там достаточное количество недостоверных подписей и вышвырнут. Я думаю, что ни одна партия подписную кампанию не пройдет. Это просто невозможно. Поэтому тем, кому позволено, те будут участвовать в выборах. Вот новая У-Родина, Нью-Родина, как я ее называю, будет участвовать в выборах. Сформировал списки, туда попытался или предложил свои услуги Александр Фроленков из Перми, один из участников Русского национального фронта, и пытавшийся баллотироваться на пост губернатора неудачно, потому что ему там такие условия создали, когда баллотироваться вообще невозможно. Поэтому, ну какие выборы могут быть в Перми? Ну, вместо Фроленкова по спискам сначала включили, сказали, все, вы первым номером пойдете. А потом выкинули из списков, сказав ему, знаете, вот Кремль не утвердил. Ну, раз Кремль не утвердил, тогда все, какие же могут быть выборы, раз Кремль не утвердил. Вместо этого партия Родина утвердила в списке по одномандатному округу Свердловской области будет баллотироваться экс-депутат Заксобрания Максим Ряпасов, два года назад попавший в психбольницу. В 2014 году он оказался героем новостей, когда на некоторое время попал в психушку на фоне крымской весны у него, по собственному признанию, не выдержала психика, и он устроил дебош в поселке Кашино. Что он там натворил, я не знаю, но главное, вот человек с подвинутой психикой включается в списки кандидатов или выдвигается в одномандатных округах. Вот помойка, вот что такое выборы, какая помойка на выборах. А что происходит в Перми? Начальник департамента земельных отношений Перми, поскольку Фроленков из Перми, вот смотрим, какая там обстановка, там не положено. Не положено, Кремль не утвердил, не утвердил в Перми кандидата, который мог бы иметь какие-то оппозиционные взгляды, и вдруг он выиграет выбор. Видимо, реально имел шансы выиграть, коль скоро его из списков удалили и не позволили ему выдвигаться по одномандатному округу. Так вот, начальник департамента земельных отношений Перми Елена Товмасян отказалась бесплатно предоставить земельные участки в городе под столицу Русского национального культурного центра. Она предложила инициаторам создания Русского центра самим купить городскую землю на коммерческой основе через торги. Между тем, в феврале этого года Елена Рамовна при поддержке губернатора Басаргина бесплатно выделила участок в Центре Перми, когда строили сутомостью более 73 миллионов рублей, любовическим хасидом под строительство общинного центра. При этом земля была представлена ультраортодоксальной иудейской общине с грубым нарушением правил землепользования и застройки Перми. Губернатор Басаргин тоже не желает принимать решения о Русском центре. Вот соотношение. Ничтожная иудейская община, составляющая какие-то доли процента от еврейской диаспоры в России, которая тоже доли процента от общей численности, им предоставляется хасидский центр в Центре Перми. Русским, русский культурный центр нельзя. Губернатор и местный департамент земельных отношений вместе совершают этот преступный акт. Фактически это государственная русофобия в действии. Вот что происходит в Перми. И против чего Александр Фроленков, естественно, выступил бы, если бы он попал в Государственную Думу. Но уже не попадет. Областной Минздрав в Перми определил, что районная больница не должна фиксировать более одной смерти в неделю, а скорая выезжать чаще, чем 11 раз в неделю. Также по нормативам сократили финансирование больницы за два года на 42%. Главврач написал заявление об уходе. За дело взялись проходимцы из ОНФ. Но поздно пить боржоми, когда почки уже отвалились. И ОНФ – это просто мелкая шпана общественников. Система не работает. Ни Минздрав, ни какой другой Мин не работает. Поэтому ОНФ – это так, шум накануне выборов. Якобы правящая группировка что-то такое там делает и против безобразия выступает. А вот эти безобразия, случайно вскрытые пятым каналом телевидения, все это показали, показали возмущенного главврача, который показывает какие-то там графики, говорит возмущенные слова о вот этих нормативах. Но эта деятельность нынешней власти, это ее политика, это ее политика всячески сокращать все то, что требуется для поддержания статуса социального государства. Здравоохранение, образование, наука – все должно идти под нож. Оно и идет под нож. Вместо науки вот этот фальшивый сириус, вместо здравоохранения вот эти нормативы и выпуск на подножный корм тех, кому раньше платили из бюджета, ну естественно, как больница должна зарабатывать, на что должна зарабатывать на больных, на горе человеческом. Это шантаж смертью и нездоровьем. Вот чем занимается нынешний Минздрав, я уже имею в виду федеральный. Да, именно этим он и занимается. А социального государства уже фактически нет. Фактически его нет, и все вот эти компании по частным вопросам, они не отменят этого факта. Нет социального государства, оно уничтожено, и его остатки еще были при Ельцине, при Путине, они уничтожены окончательно. Мы живем в государстве, в котором нет социальной политики. Зато есть пакет яровой. Госдума только приняла поправки, что домашние побои – это повод для того, чтобы отнять детей и даже завести уголовное дело. Шлепок пониже спины – это теперь оказывается не традицией воспитания, когда есть кнут, есть пряник. Это насилие над детьми, это домашняя уголовщина. И тут же в новый закон, вот этот пакет яровой, помимо политических вещей, которые всунули на последнем заседании Госдумы, быстренько на Совете Федерации, без обсуждения, скорее-скорее-скорее, Путин скорее подписал. Для чего? Для того, чтобы успеть к избирательной кампании дополнительные репрессивные меры против реальной оппозиции, которая, конечно, находится в рядах русских националистов, а вовсе не либералов. А в новом законе вводится профилактическая практика среди лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и против безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. И практика такова, что безнадзорные могут находиться везде, где угодно. Во дворе могут спросить мальчик, где твои мама и папа, пишет один из журналистов. Их полицейский у этого мальчика, услышав ответ от этого мальчика, не знаю, тут же может считать, что он зафиксировал факт беспризорности несовершеннолетнего, значит, все этого беспризорного могут отнять у родителей. И факты такие родительская общественность знает. Вот что такое безумное и беспощадное законодательство проходимцев, которые не являются народными представителями, не знают реальной ситуации, ничего не прогнозируют, не знакомы с методами научного исследования действительности, а являются просто ставленниками этого режима. Вот эта дамочка Яровая, это такой вот образец Путин в юбке, вот все, ни о чем ничего не знает, никаких представлений о чем не имеет, работает законодателем, устанавливает правила нашей жизни, не понимая в этой жизни ровным счетом ничего. Поэтому вот это разделение еще есть. Есть мы, кто хоть что-то представляет, реально своими руками прикасается к действительной жизни. И они, которые в действительной жизни никакого отношения не имеют, у них своя собственная жизнь. Но они зато берутся регулировать нашу жизнь. Естественно, надо похвалить Яровую, это же, ну, Светоч теперь, вот, раз Путин в юбке, вот кто-то узнает, вот знакомый какой-то образ, вот эта маленькая головка, небольшой росточек, этот голос, что-то такое знакомое. И тут же есть те, кто подстелится, председатель комитета ГД по безопасности, а это Яровая, она всей безопасностью страны нашей занимается в парламенте от имени нашего народа, якобы она избрана от народа. Нет, она от своей партии. За вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, развитие церковно-государственных отношений и социального служения РПЦ, имеющие значительные заслуги в церковно-общественной деятельности, была награждена Орденом Русской Православной Церкви преподобной Евфросинией, Великой Княгине Московской Третьей степени. Ну, Третьей степени или какую-то другую степень, это не важно. Важно, что есть прославление абсолютно негодяйской персоны со стороны Московской Патриархии. И таких персон, уверяю вас, просто море разливанное, сколько роздано этих орденов. Совершенно постыдным людям, это какое-то безумство, это безумство награждения и присвоения там всяких званий, почетных, научных, там каких угодно еще. Там у одного Миронова, главы Справедливой России, там 13 почетных профессорских званий и 4 наградных пистолета. Это ужас какой-то просто, а может быть уже и 6, я не знаю там. Церковная бюрократия поддерживает живодерню, которую устраивает Яровая и подобные ей персоны. Это ужасно. Вручил награду, разумеется, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, еретик Кирилл Гундяев. Церемония награждения состоялась во время божественной литургии в Иоанно-Предтеческом Ставропегальном женском монастыре города Москвы в день памяти усекновения головы пророка-предтечи и крестителя Господня Иоанна. Ну, я не знаю уже, как можно опозорить русскую православную церковь. Видимо, Кирилл Гундяев поставил себе такую задачу. Вот испугался что-то реакции православной общественности на участие в Воровском соборе, в этом волчьем преступном соборе, который объявили все православным, и туда не поехала делегация РПЦ. Если бы поехала, то точка была бы поставлена. Но Гундяев, видимо, почувствовал эту опасность и точку решил не ставить, а пока точку с запятой поставил. Но это не отменяет всего того, что вылезло наружу при обсуждении вопроса об участии в так называемом всеправославном Воровском волчьем соборе. Ну что, а дети, которых гнобит вот эта ювенальная юстиция, она является официальной линией, и все противники ювенальной юстиции там все время пишут что-то там в Кремль. Зачем вы пишете, когда там именно ювенальная юстиция является основой политики в отношении детей? Статистика такова. Около 45% семей с одним ребенком и 55% с двумя и более детьми не справились в последние три месяца с обязательными расходами. Вы можете себе представить, там, где есть дети, половина семей не справляется с обязательными расходами, которые каждый месяц нужно производить. По данным опроса, более половины всех семей с одним ребенком не оселили квартплату, а более трети не смогли купить лекарства, назначенные врачом. Вы представляете, какая катастрофа? Среди семей, в которых двое и более детей не смогли сделать то же самое, то есть оселить квартплату и купить лекарства, 71% не смогли заплатить за квартиру, 28% не смогли заплатить за лекарства. Это все касается детей и семей с детьми. Разве это не политика геноцида? Подумайте сами и решите. Вы можете поддерживать правительство, которое ведет вот такую политику, в которой катастрофа состоялась вот в последние три месяца, состоялась для большинства российских семей, где есть дети. А особенно тяжело пришлось тем, у кого двое и более детей в семье. Социальные пособия не растут, доходы упали, и даже стали задерживать зарплату в некоторых местах. И в это время цены и услуги ЖКХ растут постоянно и снова увеличены в связи с инфляцией. С будущего месяца будем платить, соответственно, за инфляцию, которая организована нами, что ли? Или кто-то нам проиндексировал наши зарплаты, пособия пенсии? Соответственно, встает выбор, если заплатить за квартиру или накормить детей. Естественно, что люди перестают платить за квартиру, перестают оплачивать коммунальные расходы. А в это время суды штампуют решение о взыскании долгов, даже не требуя расчета суммы исков. Просто верят на слово. И я как раз в таком суде участвовал. Просто на слово верят. Вот прислали, вот столько должен, вот должник на столько, на такую-то сумму. Я попросил судью, вы проверьте, заставьте, естественно, они даже в суд не являются, эти работники ЖКХ, их юристы, заставьте их представить расчет суммы исков. Не просто цифры какие-то непонятно откуда взяты, откуда взялись эти цифры. Предоставьте полный расчет. Тем более, что он универсален вообще в отношении каждого должника. Тарифы одни и те же для всех. Расчет не представляет никакого труда. Табличка с расчетом, все элементарно. Чтобы можно было проверить, а я уверен, я знаю, что они жулики, ну проверьте, что это такое за взымание квартирной платы. Есть там тысяча и более рублей, там за двушку. За что взымаются эти деньги, за что? У вас в квартире есть радиоточка? Ну вот у меня нет, а деньги взымают. Я пытаюсь не платить, на меня начисляют долги. И эти долги взымают в любом случае. Но слава богу, я все-таки платил сколько-то платил. То есть я не был не плательщиком тотальным. Я платил каждый месяц столько, сколько считаю правильным. Ну вот разницу мне все равно в любом случае вписали, и по этой разнице я должен буду заплатить. Или снова опять судиться с полным отсутствием перспективы, добиться хоть какой-то правды. Ну разве судья не знает, что в гражданских исках должен быть, если есть финансовые претензии, должен быть расчет суммы иска. Нет, вот если я подам какие-то цифры, то меня заставят их доказать. А работников ЖКХ не заставляют доказывать, что есть долг, что вот эти цифры обоснованы, которые они вписывали в квитанции по оплате ЖКХ. То есть идет сговор жулья с варьем. И этот сговор, можно сказать, обосновывается, его законность и праведность обосновывается всей правоохранительной системой и судами. Это тоже политика. Это не какие-то ошибки, это не отдельные недочеты. Это политика, она тотально распространена везде. Уничтожение физическое истребление, геноцид прежде всего русского народа, ну и вообще всякого народа на территории Российской Федерации. Их обнищание. Все, кто остается, еще имеет наглость жить в Российской Федерации, требовать там каких-то пособий, пособий должен получать как можно меньше. Инфляция, все это дело, должна сжирать. И вы должны еще все то, что якобы вам выплачивать, возвращать обратно через систему ЖКХ. Это способ отъема у вас, как говорил Остап Бендер незабвенный, относительно законный, способ отъема денег у населения. Вот так они, этим они и занимаются. Отъемом денег у населения. Тут Елена Рохлина рассказала, что во время обыска, когда она присутствовала у Юрия Якишева в квартире, велся обыск, там сидел ФСБшник, который, ну, страшно был озабочен тем, что вот Юрий Якишев однажды выезжал за рубеж, а вот им, сотрудникам рядовым, ну, они считают себя так, рядовыми, проводя обыск, там, занимаясь преследованием русских националистов, вот этот человек говорил, что вот нам не дают выезжать за границу, а они вот, националисты, ах, какие сволочи, они же за границу даже могут выехать, а мы ФСБшники, мы вот служим государству, отечеству, нам даже не разрешают выехать за границу. Это их мечта, это их мечта, вот быть абсолютно ничем не скованными. Но на самом деле они и не скованы никаким законом. Что-то там кому-то запретили, реально ничего они там не запрещают. Это такая свобода, какой не знает ни один гражданин в России. Им можно все, им можно любые законы попирать. Массовые чистки, которые прошли в ФСБ, теперь взялись в Следственный комитет, такие чистки проводились постоянно. Просто люди обычно не особенно обращают на это внимание. Но все время эти чистки в связи объявляют, в связи с изменой, совместной деятельностью, вместе с криминалом или какими-то там недоработками, которые носят фатальный характер. Кого-то там понижают звание, кого-то выгоняют и так далее. Фиктивные это дела и реальные, мы не знаем. И зачастую, когда сообщают, что вот очередной генерал МВД там застрелился, якобы, что вот он замешан в каком-то криминале, верить этому всему невозможно. Я предполагаю, что люди, может быть, есть и такие случаи в связи с криминалом, но я думаю, что очень часто все это связано либо с заказными убийствами, то есть просто человек, который какую-то нелояльность уже на такой постоянной основе проявляет, и не могут найти средства, как его выкинуть, но просто честный человек, его надо убить. Его убивают, потом говорят, ох, вы знаете, вот у него кризис был в последнее время, он что-то не то. Помните, как убили героя России Валентина Полянского? Прославленный герой, десантник, настоящий герой, не такой, как Шойгу, которому за госпереворот повесили звезду героя, Ельцин ему повесил, кто не помнит, в 93-м году за это он стал героем России. На самом деле предатель, предатель номер один среди тех, кто носит погоны. А это настоящий был герой, его застрелили почему? Ну, оказался близок к русским националистам, участвовал в оргкомитете русского марша, а потом, когда его пытались боевого офицера скрутить в метро какие-то шавки режима, он как человек, имеющий свое достоинство, дал отпор. Против него возбудили уголовное дело, но не знали, как к нему подойти, там все шито белыми нитками. Решили убить, убили. Представили дело, как будто у него был духовный кризис, он из наградного пистолета застрелился чуть ли не в присутствии семьи. Это примерно так же, как с генералом Рохлиным. Придумали, что жена его застрелила из-за каких-то конфликтов. Это бред сивый кобыл, это вранье, это убийство. К убийству Рохлина известно, кто имеет отношение. Михаил Полторанин в своей книжке очень непрозрачно намекнул, что это Владимир Путин. Эта операция была пропуском ему в высшие органы государственной власти. Здесь, видимо, тоже кто-то какой-то пропуск получает. И вот в случае таких убийств, которые выдаются за самоубийство, происходит вот такое тестирование. Можно человека там повышать, дальше там генерал, генерал армии, какой угодно. Вот Шойгу генерал армии за готовность убивать своих граждан в 1993 году, которая была выражена недовосмысленно. Вооружение толпы там произошло из подвалов МЧС. Там еще и даже М не было. Министерства такого не было. Но в подвалах оружие уже лежало. Вот так действует нынешняя система. И тем, кто занимает какие-то должности в ФСБ, в следственных органах, в прокуратуре, и даже с судьями тоже расправляются еще как. При минимальной нелояльности, причем эта нелояльность может коснуться даже какого-то чиновника средней руки. Если эта нелояльность проявлена, то все методы у этой системы хороши. Поэтому думайте, что будет с вами дальше. Любой офицер, там ФСБ, МВД, следственный офицер, может быть изгнан, выгнан просто пинком одним со своей службы. И потом, куда он пойдет? А чтобы он не вынес ссор из ССБ, ведь такие люди обычно много знают, могут и пристрелить. Если вы будете слишком буйны, то пристрелят. Я предполагаю, что и генерал Трошев, герой Чеченской войны, был убит и не пожалели даже целого самолета, который упал вместе с генералом, разбился в дребезги, и ни один человек не выжил. Целый самолет упал. А считается несчастный случай, что-то там фактор такой земли сбили. Вот такое было ощущение тогда, когда это произошло, уже довольно много лет назад. Видимо, какая-то нелояльность. Может быть, это то же самое, что было и с другими генералами, которые в достаточно большом числе погибали очень странным образом. Там под электричкой или там Шаманов попал в жестокую аварию и едва выжил, тоже очень странная авария. Лояльность или смерть? Вот, я думаю, что примерно такой выбор для высшего командного состава, армии, спецслужб и правоохранительных служб. В такой системе мы живем. А так вроде нет государственного переворота, нет. Как у Эрдогана, там всех за шифр не тащат и не показывают публике массово избитых людей, которые еще вчера носили генеральские погоны. Предательство очевидно. Прочту просто небольшой фрагмент. Может быть, не все знают, не все увидели то, что происходило. Как происходит измена? Морская коллегия при правительстве Российской Федерации пред предпредседателем Дмитрия Рогозина пришла к выводу, что миллиарды, вложенные в импорт, замещение в области строительства кораблей и судов, потрачены впустую. Доля иностранных комплектующих в судовых машинах и приборах 95% еще раз. Вы думаете, там миллиарды, триллионы, которые выделены на перевооружение, пошли действительно на перевооружение Российской Армии? Нет, 95% комплектующих иностранных. Активная часть основных производственных фондов имеет износ более 70%. Удельная трудоемкость производства, то есть время, затраченное на выпуск единицы продукции, в отрасли в 3-5 раз выше, чем за рубежом. Все ощутимее становится кадровый голд вследствие того, что падает качество производства. Степень использования мощности не более 25-30%. Понятно, что в таких условиях заказчики судов морской техники на протяжении последних лет традиционно отдавали предпочтение импортным комплектующим, оставляя российским производителям в лучшем случае сборку корпусов и монтаж закупленного за рубежом оборудования. Так заявил Дмитрий Рогозин. То есть он-то все знает, его поставили на это, он имеет хотя бы смелость об этом сказать. Я не думаю, что он способен хоть что-то сделать, хотя у него были такие шапкозакидательские. Запустим ракету с Восточного к декабрю, а тут и не запустили к лету и так далее. По его словам, несмотря на все указания, в том числе и президента Путина, в конкурсной документации на заказ судов и кораблей указывается конкретное оборудование с точным названием марки и фирмы иностранного производителя. В результате участия отечественных предприятий в строительстве судов исключается уже на начальном этапе проектирования. Это после нескольких лет так называемого перевооружения. Смотрите. Зато танковый биатлон. Смотрите, тоже очень интересно для дураков. Вот эти танки, приспособленные не для войны, а для шоу. Вот что нам представляют. Танк «Армата», который, не пойми что, никакие характеристики имеет, неизвестно, который весь вычислили изнутри и приготовили для торжественного шествия через Красную площадь. Они проехали, да. Но нет такого танка, нет действующей модели. Шоу на танковом биатлоне мы видим, а реального танка «Армата» мы просто в глаза не видели, а макеты видели. Макеты проехали через Красную площадь действительно. Более того, при создании новых типов гражданских судов вопреки положениям ФЦП, Федеральной целевой программы развития гражданской морской техники, не предусматривается использование машин и приборов. Российских производителей вообще не предусматривается. Хотя их разработка была успешно завершена, в том числе и в рамках той же самой программы. Об этом сказал Рогозин. Ну вот чем они вообще занимались? То есть констатируют уже состоявшийся провал? Примеры приводил замглавы МИД «Промторга» Андрей Дутов. По его словам, около 60-70% стоимости каждого военного корабля приходится на оплату изделий машиностроительных и приборостроительных компаний. В России всего 6 предприятий, которые занимаются изготовлением приборов. Это концерны «Мор» и «Информсистема Агат», «Гранит Электрон», «Океан Прибор», «ЦНИЭлектроприбор», компания «Транзас», «НПО», «Аурора» за последние 5 лет в рамках ФЦП они выполнили 119 работ на сумму 7,1 миллиардов рублей, выпустив огромный перечень переборостроительного оборудования. Однако вся элементная база в этих приборах, то есть составная часть этих изделий, полностью иностранная. Поздравляю всех участников вот этой программы перевооружения. Она провалена целиком и полностью. Главком ВМФ адмирал Виктор Черков взорвал заседание своим заявлением, в котором провозгласил идею импортозамещения в области судового машина и приборостроения, по сути, провалившейся, констатировал уже сам, но, видимо, главкома скоро снимут с должности. По его мнению, у заказчиков военного флота и гражданских судов больше всего претензий к энергетическим установкам, будь то дизельные или газотурбинные. Ну, да, собирают эти энергоустановки, сами делать ничего не могут. Якобы у нас военно-промышленный комплекс или военно-промышленная отрасль полностью автономна. Это вранье. Это все было разрушено в 90-е годы, и фактически наш ВПК полностью открыт для дешифровки всех, абсолютно всех технических секретов. Вы посмотрите, что происходит. Военно-морской флот заказывает энергетическую установку, проводит никры, окры, неокры, то есть тратят деньги государственные. Пограничники морские тратят деньги, рыбаки тратят деньги, гражданское судоходство морское тратят деньги, речники тратят деньги. Можно бесконечно перечислять. От «Газпрома» до частных компаний все тратят деньги на одно и то же. Так вот, сегодня в России всего три предприятия, которые делают эти установки. Это Коломенский завод, это Уральский дизельно-моторный завод, который делает так, что крышки двигателя через два месяца просто-напросто морская вода разъедает. И завод «Звезда». Наш любимый двигатель, это новый у них действительно их разработки, а изготовление чье? Опять импортное. Я вчера с ними общался, это говорит главком ВМС. А металл, из которого сделан двигатель, у нас в России способны сделать? А корпус и составные детали? Нет. Электрооборудование? Нет. Задаю вопрос. Турбонагнетающие установки для двигателей кто делает? Австрия, Швейцария, Швеция и так далее. Вы понимаете, что здесь сидящие люди тратят государственные деньги, а на выходе ничего нет? Объявил адмирал. Вот откуда и миллиарды тех, рядом с кем сидит Путин? Вот от этого у нас все. От того, что Путин – это глава коррупционной корпорации, которая единственная и властвует в России. Либо мы ликвидируем их, либо они ликвидируют Россию. Даже тот обмылок, который называется Российская Федерация. Россия – русскую власть. Это вопрос жизни и смерти. Не будет русской власти, не будет ни русских, ни России, ни других народов, которые тоже станут рабами, той самой олигархи, которая нынче правит, и которая всех превращает просто в быдло, а не в народы. Либо мы их победим, либо они нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова